И всем снова здравствуйте! Вы снова на канале Многодетная семья Тарантин. И сегодня снова у нас выпуск про наших улиток. Какой новый вид улиток сегодня я вам покажу. Это охотина фулика. Охотина фулика такая. И охотина фулика радация. Вот с такой ракушкой со светлой ножкой. Они очень интересные. Вот это вот кстати улитка от Таисии. Она у нас осталась одна. Остальных мы раздали. Вот эту улиточку нам присылала наша подписчица. Тоже очень сильно ушла в ракушку. Почему понять тоже не могу. У меня уже три улитки из разных видов ушли в ракушку. Почему у них такой стресс тоже пока понять не могу. И вот такая вот очень красивая улитка с такой ножкой. Охотина фулика тоже. Очень шикарная. Чем они любят питаться? Вот что именно этот вид улиток любят? Они очень любят салат, очень любят тыковку, очень любят есть огурчики и кабачок. Морковку они едят, но не всегда. Но я им стараюсь давать морковку тоже. И вот поэтому вот такой вот тут улитка начинает вылазить, показать нам хочет свою ракушку. Ножку. Вот такая вот улитка. Видите? Очень красивые улитки. Очень шикарные. Нам они очень нравятся. Вот эти вот две улитки у нас уже кладочки отлаживали. Но из них яички не вылуплялись. И поэтому следующую кладку, если у них появится, мы ее заморозим. Так как они еще маленькие. Мы их купили уже вот такими вот большими. Нам их отправляли автобусом с Пермского края. И вот такие вот шикарные две улитки. Нам очень они нравятся. Обе со светлой ножкой. Это тоже вот со светлой ножкой. Сейчас спряталась. Она очень вот эта вот пугливая родация. А эта, я бы не сказала, что она пугливая. Видите, я ее глажу, она ничу. Извиняюсь, просто я болею. И вот там вот, если вы можете заметить, вылазит улитка, как ее дети назвали, Таисия. Эта улитка у нас осталась с темной ножкой от Таисии. Улиточка очень хорошая. Вот сейчас вот это налет, это то, что они в милу все, поэтому не обращайте внимания. В целом, улитки очень хорошие, очень красивые. Ракушка у них красивая. И сами по себе. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok